Еще раз доброе утро, это программа Утро с губернией, сегодня 30 января. Приветствуем всех, кто вместе с нами встречает начало нового дня. Криптовалюта, биткоин уже захватила весь мир и теперь вторглась на территорию Рунета. Это виртуальные деньги, за которые не отвечает ни один центральный банк мира. Ими вообще никто не управляет, в этом и есть уникальность криптовалюты. Разновидностей ее много, но... Одну секунду, но биткоины были первыми и остаются самыми популярными. Сегодня общая стоимость, находящаяся по всему миру в обращении биткоинов, составляет 10 миллиардов 750 миллионов долларов. А западная пресса чуть не каждый день сообщает о новой крупной компании, готовой принимать биткоины к оплате. Между тем, пару дней назад Банк России предупредил, что рассматривает предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену виртуальных валют, включая биткоины, на рубли, иностранную валюту или товары, как потенциальную вовлеченность в осуществление сомнительных операций. В Центробанке также напомнили, что законодательство запрещает выпуск на территории России денежных суррогатов. Однако отсутствует нормативно-правовый акт, который определил бы понятие денежного суррогата. Но от виртуальной валюты биткоин была создана в 2008 году японским хакером, ну а по некоторым данным группой хакеров, в декабре прошлого года стоимость одного биткоина достигла тысячи долларов. В декабре прошлого года также глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк может в будущем выпустить собственную криптовалюту на базе Яндекс.Денег. Еще одну российскую криптовалюту WishCoin хочет выпускать бизнесмен Александр Бородич. Первая пробная партия электронной валюты, состоящая из 5 миллионов монет, была произведена в середине октября 2013 года. При этом 100 WishCoin можно было обменять на 5 рублей. Наладить массовый выпуск вот этих вот самых WishCoin спланируют уже в этом году. Итак, что такое криптовалюта? Можно ли рассматривать ее как вариант для инвестиций? Узнаем у нашего гостя в студии Кирилл Берман, специалист в области защиты информации. Доброе утро. Кирилл, доброе утро. Что же такое криптовалюта и как вдруг она появилась? На основании чего? Криптовалюта это такой особо уникальный род денег, за эмиссией которого стоит не какая-то конкретная страна, ее золотовалютный резерв, а математические преобразования. Поэтому если рассматривать любую валюту, которая есть в мире, есть какая-то страна, которая за нее отвечает и которая принимает решение, сколько нам напечатать этих денег, сколько нам напечатать рублей, долларов, юаней и так далее. В любой момент решение может быть изменено и, как правило, меняется, и денежная масса становится все больше и больше, она обесценивается и так далее и тому подобное. С криптовалютой есть четкие правила, о которых договариваются все, кто вообще соглашается в эту игру играть. А кроме как игра, это по-другому сложно назвать. Как монополия, что ли, получается? Ну, фактически, да. Говорят о том, что давайте договоримся, а эта криптовалюта, ее количество будет строго по алгоритму увеличиваться, и мы точно знаем верхний предел. То есть мы точно знаем, что, ну, я сейчас просто цифру на бум называю, что больше там миллиарда этих монеток выпущено не будет. Вообще никогда. Никогда, в принципе. То есть выпустится ровно миллиард монет, и все, и на этом все остановится. Ну, а придут новые участники, они не захотят тоже вмешаться в этот процесс? Они будут получать и работать с теми монетами, которые уже выпущены. То есть эти монеты, они не стареют, они не ветшают, их не надо перевыпускать, потому что они существуют только в электронном виде. Но, да, вот основная эта проблема в том, что они ничем не обеспечены материальным. Абсолютно верно. Они ничем не обеспечены, кроме как доверием людей, доверием тех, кто в них играет. В этом-то и сложность, в этом-то и проблема вкладывания денег. Что, да, сегодня они стоят так дорого, потому что они легли на благодатную почву. Есть те, кто не доверяет США, есть те, кто не доверяет Европе, есть те, кто не доверяет Китаю и так далее, и там подобную. И люди ищут что-то такое, во что, скажем так, ну можно было бы поверить, хотя бы в краткосрочной перспективе. У большинства людей такой вещью, скажем так, является золото. Золото в последнее время только дорожает, и тоже за последние несколько лет существенно повысилось в цене. А для, скажем так, более молодой, продвинутой части населения, издвинутой на анонимности, для них более популярны криптовалюты. И в частности биткоин, потому что биткоин это, наверное, единственная криптовалюта, которая добилась каких-то более или менее больших результатов. Все остальные, а их великое множество, потому что, ну конечно, каждый хочет быть сам себе центробанком. Они не получили такого широкого распространения, разве что лайткоин, чуть-чуть тоже продвинулись. Теперь по поводу того, есть ли все-таки кто-то, кто за это отвечает или нет. Не совсем корректно звучит, что это криптовалюта, за которую там никто не отвечает. Да нет, конечно же, у нее есть создатели, вы об этом говорили. Именно эти создатели, они придумали эту, там, условно говоря, игру, и сами стали себе центробанком. То есть это вот как раз те люди, которые выпускают монету. Эти деньги виртуальные. Но еще раз повторюсь, они их выпускают по строго запрограммированному алгоритму. То есть как только они выпустят на одну монету больше, чем пообещали, игра прекратится. В эти деньги никто не будет верить, их никто не будет покупать. Ну как бы, а зачем, если их обманули. К вопросу, как можно приобрести биткоин, ну вот сразу начну с предупреждения. Не покупайте биткоин. Почему? Потому что, я, конечно, понимаю, что это напоминает, знаете, забыть гирострата. Но, тем не менее, сам замысел биткоина, это все-таки анонимная валюта, которая позволяет обмениваться товарами, деньгами, вступать в товарно-денежные отношения, оставаясь при этом условно анонимным. Поэтому они и появились в глубоком интернете, где продавали, покупали оружие, наркотики и другие не очень приятные вещи. Там, где нужна анонимность, вот, собственно, оттуда они и вылезли. Более подробно я рассказывать об этом не буду, так как не хочу. Но тут, я думаю, тем, кому будет интересно, легко найдут всю эту историю, собственно, в интернете. Поэтому, если просто вот в качестве, если кому-то интересно, как их можно купить, надеюсь, этого люди не будут делать, то, в принципе, несколькими способами. Первый, вот, если вы захотите купить нефть, куда вы пойдете? На нефтяную биржу. Точно так же есть биржи электронные, которые продают биткоины. Второй вариант, это зайти на сайт биткоина и посмотреть, каким образом можно купить эти биткоины, скажем так, ну, условно, напрямую у производителя, что ли. Вариантов очень мало, и из России вы этого не сделаете, но, тем не менее, там, с помощью подставных кошельков стран тоже можно сделать. И третий вариант, это просто предоставлять свои услуги, в том числе в интернете, за биткоины. То есть вы что-то делаете, какую-то осуществляете работу, какой-то продаете товар, а вам за это платят тем самым биткоином. Но эта работа не должна быть теневая, это уже открытый способ? Все-таки открыт работающие компании сейчас предлагают. Вы знаете, ничего не должно быть теневое. Я сугубо за то, чтобы все в нашей стране соблюдали наше законодательство, и тогда разрухи не будет. Разруха – это не старуха с клюкой, это когда вот все начинают мимо писсуара ходить. А здесь то же самое. Если каждый из нас будет соблюдать законодательство своей любимой страны, она превратится в самую лучшую передовую страну на земле. Поэтому биткоин – штука, конечно, наверное, интересная, а сколько же и опасная. Поэтому играть в эти игры, ну, наверное, не стоит. А на реальные деньги можно обменять ее? Вот во мне сейчас борется чувство сказать правду и не рекламировать эти деньги. Да, можно. Да, конечно. Биткоины можно… Естественно, это связано с определенными сложностями, но слово «сложно» – это весьма относительное слово. Поэтому, да, эти биткоины, конечно же, можно как купить на «Яндекс.Деньги», «Киви.Деньги» через те же биржи, как я уже говорил. Точно так же и вывести их обратно, монетизировать их в российские рубли. Ну, биткоины – это просто самая популярная вот эта вот… Криптовалюта. Да, это самая популярная криптовалюта. Я уже говорил, их несколько. Но в России же тоже хотят выпустить свои, то есть пойти по этой аналоге. Это будет легально. Если не можешь победить какое-то безобразие, возглавь его. Поэтому здесь точно так же действует по абсолютно правильному принципу. Ну, собственно, если кто-то хочет получать псевдоанонимность, ну, давайте, там, мы власть, да, будем… Я сейчас не к себе применитель, я сейчас просто условно говорю, да. К центробанку. Давайте, да, мы будем обеспечивать им эту условную анонимность, но если нам будет надо, мы, конечно, будем находить тех, кто… Ну, то есть здесь о анонимности уже речи не идет? Конечно. Конечно, будет заявляться точно так же анонимность, но по факту этой анонимности, естественно, не будет. Если интересно кому-то, как это все выглядит, то, собственно, кошелек с биткоинами – это просто некая программа, которая стоит у вас на компьютере. А когда у вас есть какой-то свой уникальный идентификационный номер, никто во всем мире не знает вот эту взаимосвязь, что вот этот уникальный идентификационный номер – это именно вы. То есть это, скажем, некий такой псевдоним. Точно так же есть такие же номера у других кошельков, у людей, обладателей биткоинами. И когда вы осуществляете транзакцию, главный принцип, что транзакция, скажем так, неоткатываемая, если проходит проверка, что на той стороне достаточно денег, чтобы она вам перевела, то эти деньги переводятся, информация об этой транзакции расходится всем участникам сети биткоин. То есть каждый кошелек знает о всех операциях, которые происходят вообще вот в этой сети биткоин. Поэтому они обходятся без какого-то единого регулятора. То есть каждый знает о каждом все и ничего, потому что за этим все скрывается просто какой-то набор, очень длинный цифр, большая комбинация, за которым невозможно понять, собственно, кто перевел, кому перевел, за что перевел. Кирилл, ну в завершении нашего разговора можно коротко сказать, стоит туда все-таки вкладывать или не стоит инвестировать? Нет, не стоит, потому что, буду повторяться, цена так сильно на них выросла, потому что сложилась такая вот благодатная почва. Интересно. Завтра ситуация изменится, исчезнет анонимность, пользователи биткоина поймут, что на самом деле не так уж это и анонимно, как им казалось, и тут же рассыпется эта история, и не будет он стоить так дорого, а бесценится мгновенно. Либо там кто-то нарушит правила игры, и точно так же цена биткоина упадет сразу. Кирилл, большое спасибо за интересный разговор, напоминаем, что в гостях у нас был Кирилл Берман, специалист в области защиты информации.